Всем привет! Сегодня у нас начинается интересное событие. Мы сегодня беседуем с Сергеем Королем. С вами Станислав Орехов и мы решили с Сергеем после недавнего нашего встречи написать книгу. Книгу не простую, а для не дизайнеров уже, а для клиентов, которые хотят сделать себе дизайн. Почему я решил сделать это вместе с Сергеем? Потому что я всегда стремлюсь работать с самыми лучшими людьми, с самыми лучшими профессионалами. Да, это действительно так. Это первая причина. Вторая причина. Мне было интересно сделать, я думаю, что вам тоже будет это интересно делать в виде такого как бы реал-тайм опыта. То есть мы будем по некой структуре, которая у нас есть, будем идти, Сергей мне будет задавать вопросы, потом он будет делать там первую какую-то часть своей работы и я вместе с ним буду работать с материалом. В общем, мы будем показывать вам какие-то, наверное, основы. Может быть, что-то Сергей как каст небольшой для себя сделал, либо комментарий, что-то я сделал. В общем, посмотрим, как будет. Также ваш вопрос тоже приветствуется. И третья причина, почему вместе лучше, а не поодиночке. Ну, потому что, когда ты с кем-то вместе работаешь, тебя видно со стороны. Какой бы ты супер профессионал ни был, у каждого профессионала есть такая проблема, что он не может заглянуть и посмотреть на свой продукт со стороны клиента. Вот, я думаю, с помощью Сергея мы все это сделаем. Сергей, теперь к тебе вопрос. Ты как вообще, почему вписался, какое твое ожидание перед тем, как мы начнем к работе? Немножко вот расскажи про эту часть. Ну, я немножко помогал тебе делать предыдущую книжку, которая называется «Инциклопедия дизайна». И я читаю твой Инстаграм, и прекрасный дизайнерша интерьера радостно листает ее всегда в Инстаграме на маникюренными пальцами. Я очень радуюсь всегда, прям приятно посмотреть. Я уважаю тебя за системность. В целом, те продукты, которые ты делаешь, они очень структурированные. Я это сам люблю в своей работе, поэтому я хочу в том числе работать с системными людьми. Ну, и в целом, книжка, мне кажется, очень важная, интересная. Я сам готовлюсь приобрести недвижимость, мне интересно, как это все будет устроено. Я вообще ничего не понимаю от нуля до интерьера мечты в дом, из которого уходить не хочется. Вот заодно и научусь так сказать, как это все правильно делать. Окей, совместим приятность с полезным. Все, тогда я передаю тебе слово. У нас Сергей, профессиональный редактор. Я выступаю сейчас в роли не как заказчика, а как автор. Вот, соответственно, примерно так мы работаем. И я думаю, что еще одна цель такая у нас будет дополнительная, что если вы тоже захотите прекрасную книгу сделать, не просто там надиктовать с вебинаров рассистемную и непонятную, а именно последовательную и правильно, то у вас будет замечательный кейс-пример. Вы можете посмотреть серию этих видео и обратиться ко мне, к Сергею. Мы вам в этом тоже сможем помочь. Отлично, хорошо. Поехали. Слушай, давай, наверное, начнем, поговорим вообще с... Наверное, слово «ремонт» не очень подходит, да, к дизайну, к созданию интерьера. Нет, ремонт вообще не подходит. Давай объясню, почему сразу. Потому что ремонт хотят люди, которые... Ну, то есть, есть разные потребности. Есть люди, которые хотят просто купить и что-то сделать, переехать. Их не сильно заботит, ну, собственно, как это выглядит. Можно привести аналогию с одеждой. Если человеку просто нужно купить какое-то пальто, он идет и в первый попавшийся масс-маркете покупает, чтобы оно было черное и теплое. Ну, примерно так. Если ты уже чуть-чуть эстетистуешь, если ты понимаешь, что тебе это ценно, то ты ищешь какие-то там бренды, какой-то истории, чтобы это модно было. Вот дизайн тоже самое. То есть, есть разные категории людей. Я не осуждаю, как бы и то, и то имеет право на жизнь. Просто разные потребности. Для людей, которым нужен ремонт, им нужен реально ремонт. Им нужны строители, которые будут все делать. Кому нужен дизайн, и мне нужно нечто большее. Не только, чтобы было, работало, да, чтобы вода текла из крана, и чтобы были батареи теплые, но и чтобы это было все красиво. То есть, задача сделать не просто, но чтобы было красиво. Поэтому дизайн. Я понял. Слушай, а вот так раз нельзя, невозможно? Ну, то есть, может быть, ремонт, как, хороший интерьер без дизайна. Просто стены, мебель, все вокруг хорошо. Зачем дизайн-то вообще? Ну, собственно, дизайн это и есть. Описание того, чтобы стены, мебель и все остальное было хорошо. То есть, то, что ты назвал, если оно хорошо, то это хороший дизайн. Может ли он получиться интуитивно? Ну, да, может. Да. Да, может, конечно. Если у тебя есть чувство вкуса, да, есть люди, там, с готовкой, например, возьмем. Либо тот же, там, и стилист, да. Кто-то от природы условно одевается так, как нужно и готовит вкусно. Почему? Ну, не потому, что так получилось. Просто он в такой среде рос. Кто-то не имеет насмотренности, не умеет в систему это собрать и этим не занимается. Он привык, чтобы этим профессионально занимались. Слушай, а как по себе вот понять? Вот я на себя смотрю и такой думаю, а я смогу сам или не смогу? Как? Хороший вопрос. Ты сможешь что-то. То есть, все ты не сможешь сделать. Есть вещи, которые человек не может сделать. Даже вот какой бы он талантливый, супер не был. Что это за вещи? Ты не сможешь делать себе планировку, ну, сам. Не сможешь учесть все технические моменты. Ну, просто потому, что ты не знаешь. Планировка, как я не сможешь, но она будет не такая эффективная. Потому, что там нужно именно очень сильно обладать техническими навыками. Может быть, даже архитектурными. Какими-то такими надо знать мелочи. Нужно эргономику знать. Ну, то есть, нужно понимать, как удобно, а как нет. Что стул нельзя ставить к стене. Что обязательно проход должен быть сколько? 60. 60, что дверь там в санузел 60 или 70. Окей. 80 уже излишне. А входная дверь там 90 или метр. Ну, то есть, разные. Это все как таблица умножения. Ты ее просто не знаешь. Либо ты ее учишь, либо ты обращаешься к архитектору, платишь ему там сколько-то тысяч рублей, и он тебе оформляет все как надо. Это первое, да? Что ты не сможешь сделать. Все остальное, в общем-то, ну, как бы подобрать себе картинки, подобрать себе стиль. Вот у тебя же сейчас, я вижу, ты живешь сейчас где-то, да? У тебя... Логично. Да, у тебя вот белое все красивое такое минималистично. То есть, в целом, это уже хорошо все. И у тебя там висят какие-то картины, вот ты повесил, я не знаю, ты повесил или нет, но факты таковы, что ты можешь вешать любую картину и красить любым цветом, это уже можешь ты сам сделать. Если у тебя вкус развит, то ты можешь гаммонично это сделать. Вот. Кто хочет в профессиональном дизайне, он профессионально это делает. Я понял. Хорошо, слушай, а вот расскажи, как... Ну, то есть, есть несколько путей. Вот у меня есть, например, недвижимость, или я собираюсь ее купить, и я хочу получить в идеале там дизайн мечты, интерьер мечты. Есть несколько способов этого идеала достичь. А вот правильный способ, как выглядит, с твоей точки зрения? Правильный способ, какой твой идеал? Ну, то есть, надо понять, первый, какой твой идеал. Потому что одно дело, ты сдаешь квартиру там в наем, да? Как другое дело, ты одинокий человек, либо вдвоем живешь, либо у тебя дети есть, то есть, какая семья. Может быть, у тебя там родители, гости. То есть, очень сильно зависит от того, какие твои задачи. Они бывают очень разные, потому что, ну, как бы сначала для некоторых квартир, допустим, в мегаполисе, в центре, это такая, центр, движуха и все остальное, да? Появились дети, ты хочешь поехать за город, или там сменилась род деятельности, либо просто там ты что-то изменил у тебя в семье. То есть, это очень такая история, ну, понять надо, что тебе нужно. И дизайнер, соответственно, его задача помочь мне понять. Ну, как минимум, он тебе вопрос должен задать. То есть, что будет, ну, то есть, для чего ты сейчас строишь, насколько этот проект у тебя. Потому что, если ты строишь квартиру, однокомнатную покупаешь, то очевидно, что ты там будешь не всегда жить. Ну, то есть, точно не всегда. Наверное, на какое-то время. Бывает, что родители студенту покупают квартиру. Если мы говорим о том, что, ну, то есть, себе строят уже семейная пара, да, допустим, то, скорее всего, у них будут дети. Вот, возможно, не один, там, не два, там, больше. То есть, надо, как бы, задать вопрос по планированию. А что с родителями, да, там, бабушки, дедушки будут жить, не будут? Ну, и так далее. То есть, да, дизайнер должен эти все вопросы задавать для того, чтобы, ну, вообще понять, как, что делать. Ну, вот, допустим, хорошо, я поговорил с дизайнером. Мы выяснили, к примеру, что я снимаю квартиру, чтобы жить в ней сам, с, допустим, супругой, на протяжении ближайших, там, 15-20 лет. Дальше-то, чего должно происходить? Мы выяснили. Ну, дальше у тебя есть квартира, скорее всего, ну, либо дом, то есть, какая-то жилплощадь. У тебя есть уже или нет? Ну, пока нет, но приобрету. Если нет, то тебе нужно понять, где ты хочешь купить. То есть, первое, это загород все-таки, да, и квартира либо в центре квартиры, да, либо в загородном доме. То есть, тебе нужно сразу понять. То есть, вы собираетесь там заводить семью, и если да, то сколько будет там людей, да, сколько будут ли собаки, кошки и так далее, будет ли рядом школа, инфраструктура. То есть, тебе нужно понять, как будет быт твой проходить. Слушай, я вот сейчас с тобой поспорю немножко. Я все-таки уверен, что большинство людей так квартиру не покупают. А у них есть, допустим, 25 миллионов, к примеру. И вот он смотрит, что он самое лучшее за эти деньги может взять. Ну, вот не знаю. Он может трешку на соколе взять, либо двухэтажный какой-нибудь модуль дом в Подмосковье. И вот он типа по возможностям лишает, нет? Ну, возможности-то одни и те же. Все верно, ты сказал, у тебя есть какая-то сумма денег. Не важно, там, 5 миллионов или 25. Я же тебе и говорю, что у тебя альтернатива есть. Альтернатива номер один – это, там, трешка или двушка, неважно что, в центре или, там, в каком-то удобном достоинстве. Да, я понял. Либо за городом. Ты, у тебя есть деньги, и ты понимаешь, так, я, как бы, беру сейчас надолго это дело, вкладываюсь туда, либо я беру временно. То есть, ты понимаешь задачу. Либо я беру, там, уже бывает, что часто, там, дети выросли, да, им берут квартиру однокомнатную, пока он учится в институте. Чтобы он не ездил, там, по 2 часа в одну и в другую сторону. Он живет, вот, прямо на этой же ветке. Вот, соответственно, когда он вырастет, он сначала там сам поживет, потом продадут и уедут, скорее всего, куда-то в другое место. То есть, надо понимать, именно, ну, цель семьи. Это все-таки базовые вещи. Слушай, а вот для этого мне нужен дизайнер или я сам должен решить, где я покупаю, а не удерживаюсь? Для этого, скорее, ну, дизайнеры некоторые могут это помочь, но, по-хорошему, это не ответственность дизайнера, чтобы ты понимал. То есть, профессиональные, опытные дизайнеры могут это сделать. Вот, но это, скорее, наверное, какие-то консультанты, риэлторы. Я даже не знаю, кто этим занимается, честно говоря, ну, как бы профессионально. Я думаю, что тут можно самому, наверное, как бы понять, да, то есть, тут даже не нужен кто-то. Вот, там, я сам анализировал. То есть, я жил в квартире, я понял, что в городе мне некомфортно. Ну, просто вот я понял так. И поехал там в гости, съездил в загород к знакомым. И меня все устроило. Мне понравилось, что снег – это снег там есть, да, допустим, зимой. Вот, летом можно на речку съездить. У меня работа связана с онлайн, все я делаю онлайн. И у меня не супер загород, у меня, ну, там, 15 километров от города, скажем, там. Через 25 минут я в Москва-Сити, ну, если на машине еду, вообще не проблема. Вот, соответственно, мне удобно. Если кому-то надо ко мне приехать, он ко мне приезжает. То есть, у меня жизнь так построена. Поэтому я понял, что мне точно загород. Я вообще вот с удовольствием бы в город не ездил. Вот. А кто-то не может без тусовки, без движухи, да, тот, он экстраверт, да, он постоянно хочет где-то быть в куще событий. Ему плохо от того, что вот никого нет. То есть, это еще и от этого зависит. Поэтому я думаю, здесь не только рационально подходит, да, но и эмоционально, и как ты психологически себя чувствуешь. Плюс у тебя есть семья, плюс у тебя есть вторая половина, ну, там, мужчина, женщина, неважно. То есть, это такое коллегиальное совместное решение. Слушай, а как правильно вот понять, что для меня нужно? Ну, я, допустим, для себя понимаю, но слушатели или читатели нашей книги. Правильно я понимаю, что он должен пожить в разных местах, попробовать разное и понять, что ему больше нравится? Ну, в теории, да, это очень прикольно, как автомобиль тест-райв сделать. Можно снять квартиру, можно снять дом, ну, за какие-то разумные деньги. Ну, там, на 2-3 дня, может быть, и попробовать. Можно просто в гости приехать, если дом, ну, кому-то посоветоваться. Ну, то есть, такая тема. Я так, это по-правильному, я так не делал, у меня не было такой возможности, я как-то сразу знал, что мне нужно. Вот, поэтому, если кто-то сомневается, можно попробовать. Такой способ есть. Если не сомневаешься, то сразу же ты понимаешь. Я понял. Слушай, такой вопрос. Вот у меня, допустим, есть какая-то сумма инвестиций, которую я готов потратить на квартиру. Допустим, 25 миллионов рублей. Я прекрасно понимаю, что я вот квартиру куплю, мне нужно будет еще, типа, ремонт вкладываться. В дизайн, в приобретение всего, в работу, вот в это все. Как человеку примерно прикинуть? Вот эту сумму нужно пополам поделить? Или можно купить квартиру, потом копить на ремонт? Как это устроено нормально? Правильно. Ну, если мы берем стандартного клиента, который покупает в стандартной ситуации, то примерно сколько стоит твоя недвижимость, столько стоит ремонт. Может быть, 70%. Ну, как бы, если дизайнерский хороший ремонт, то столько же. Условно, за 25 ты купил, еще 25 ты вложишь. Что прям вот горе не знать и кайфово сделать. Это ремонт бизнес-класса хорошего уровня. Ты можешь посчитать, примерно есть расценки такие, что, ну, опять же, по Москве я говорю. Ну, в принципе, если ты покупаешь зарубежную какую-то сантехнику, мебель, все остальное, то есть у тебя так или иначе сходятся эти цифры. То есть эконом-класс уровня Икея – это 60-80 тысяч рублей за метр квадратный. Уровня, там, нормальный бизнес, там, типа 100-120-140 и премиум уже от 200. А в эту сумму что входит? Туда входит вообще все. То есть я сейчас назвал все. Это и качество покрытия, то есть, ну, это как автомобили мы берем примерно так же. То есть у тебя либо, там, Hyundai дешевый, то, что таксисты ездят, да, допустим, Kia дешевые. Это вот типа уровень Икея. Когда ты берешь Mercedes, BMW – это там бизнес-класс, и там премиум – это Porsche, там, Rolls, что там еще, ну, такие вот мощные автомобили. Вот, в принципе, то же самое все. Машина на четырех колесах, но разница в деталях, вообще во всем, да. А вот эту сумму, ну, допустим, у меня есть 25 на квартиру, мне нужно еще, ну, допустим, 20-25 на ремонт. Эту сумму на ремонт мне нужно сразу иметь, либо я могу это медленно вкладывать? Если ты медленно вкладываешь, то ты рискуешь, как бы, на долгострой такой уйти, и не сделать проект в квартире вообще это тяжело, то есть, у тебя будет вечно недоделано. Если ты готов жить в недоделках и потом постепенно докупать, такие люди есть, это нормально бывает. Если ты понимаешь, что ты готов там пять лет делать, но уже жить в большом объеме, условно три комнаты или там две комнаты используешь, одна комната у тебя пока там закрыта, да. Либо все у тебя сделано, вот как у тебя сейчас сделано, white box, да, все белое. Но картину ты мечтаешь или ковер какой-нибудь персидский хочешь купить, а он там 10 тысяч долларов стоит. Ты понимаешь, что без него никак тебе вообще, но ты, как бы, откладываешь и копишь год, и потом как-то привозишь. То есть, как будто ты постепенно достраиваешь. Так можно делать, но если ты, как бы, готов к этому. Если мы хотим быстро сделать и заехать в качественный продукт, то тебе лучше сразу же, ну, как бы, на год это иметь равными платежами. То есть, стандартный процесс, если быстро стараться, то около года, может быть, чуть побольше. То есть, получается, допустим, у меня есть 25 на квартиру, я должен уметь еще, типа, по два примерно миллиона в месяц вкладывать в ремонт. И за год можно все сделать. Ну, да, где-то так. Ну, может быть, не так, конечно, потому что там вначале может чуть побольше потребуется, но примерно можно так сказать, да. Давайте пример расскажу. То есть, второй еще вариант интересный, вот мой случай. Я жил в однокомнатной квартире, я ее сделал, она была очень классная, ну, очень прикольная. Я ее хорошо продал, благодаря дизайну, кстати, выше рынка, там 20% заработал еще. Вот, и купил дом, вот, и стал там делать, ну, ремонт. Дом был здоровый, там было 450 метров. У меня, естественно, не было денег, то есть, помножив. То есть, я на дом накопил, денег на ремонт не было. Что я сделал? Я купил самый дешевый, получается, материал. Ну, не постарался купить все-таки качественные, с точки зрения экологические, экологичные материалы. Материалы, там, доску, ну, просто сучками купил, да, но она была максимально дешевая, но настоящая. Вот, сделал, взял один этаж, там было три этажа, если я не ошибаюсь, или два, или три, три, по-моему, было. Взял один этаж, сделал по минимуму техническую часть и только второй этаж. У меня получилось, что я как бы из квартиры 60 метров, там 56 у меня было, переехал в дом 100-120 метров. То есть, я сделал только один этаж. Вот, и так жил, копил деньги, пока, ну, там, на следующий год не накопил, не смог первый этаж сделать. Так тоже можно, но это надо очень, как бы, сильно любить и понимать. Почему я так сделал, объясню, потому что я выбрал локацию, которая меня 100% устраивала, локации такой больше нет, формат дома меня тоже очень сильно устраивает, окружение очень классное. То есть, у меня все сошлось, у меня не сошлось только формат именно, ну, денег, что у меня не было столько. То есть, я въехал в хороший бизнес-класс из-за такого сильного эконома и постепенно подтягивался. То есть, это как бы прикольная тема для саморазвития тоже. Неплохо, слушай, хорошо звучит. Так, допустим, я примерно понял, какую недвижимость я хочу, примерно знаю, сколько денег у меня есть, там, часть накопил, часть, может, возьму где-нибудь в кредит, ну, мне не важно. Вот взял, я купил, допустим, квартиру, процесс покупки мы с тобой отдельно обсудим. Ну, вот у меня есть недвижимость, все, моя, она там, как бы, нулевая, там жить нельзя, нужно делать ремонт. Мне нужен, соответственно, дизайнер, это он делал, правильно? Да. Ну, перед этим тебе нужен еще желательно эксперт, как, знаешь, независимый эксперт. Что он тебе поможет сделать? Он тебе поможет принять у застройщика квартиру, ну, либо это дом. Ты должен сделать с независимым экспертом, это не очень дорогая услуга, ну, там, в пределах, наверное, 20-30 тысяч, ты ее заказываешь, тебе делают оценку недвижимости. И указывают перечень недочетов. Этот перечень недочетов ты можешь предъявить своему продавцу, и он их должен, как бы, устранить. Ну, вот так, это вот первое. Всегда недочеты есть. У нас, да, да, конечно, да. Если ты покупаешь новостройку. Если ты вторичку, то лучше тоже это сделать. Мы когда делали дом, у нас был большой, покупал дом клиент один у другого нашего клиента. Там полторы тысячи метров был дом. Вот. И они сделали вот этот отчет, достаточно прикольный, я его читал, смотрел, приезжали там именно инженеры. Вот. И там такой отчет хороший, пухленький. Он, наверное, стоил, ну, тысяч 80 на 100, он так примерно визуально тянул. И они там изучили вообще все, и, значит, фундаменты, и где проблемы какие-то. Эта штука может быть предметом торга. То есть, если вы на вторичке покупаете, делайте такое обследование, и оно окупится. Я понял. Хорошо. Окей. Про специальные чеки для приемки понял. У меня вот такой вопрос. Я, вот у меня есть недвижка. Я понимаю, что мне нужен дизайнер, который мне там сделает моё жилье, квартиру мечты. Где его, блин, искать? Я открываю Инстаграм, верну в поиск, пишу дизайн интерьеров. Там какой-то мрак, какие-то тетки непонятные. Друзья мои и советуют мне пару дизайнеров. Но там у одного такой в стиле Людовики 16-го лепнина я не хочу такое делать. А второй какой-то вообще мутный. Короче, у меня нет никаких выходов. Никого я не знаю. Как мне найти дизайнера? Как это происходит? Ну, давай рассмотрим. Да, самый действительно такой совет, когда тебе кто-то из друзей, ты идешь и говоришь, а кто делал кому-то. И он тебя по каким-то причинам не устраивает. Ну, то есть самое прикольное, самое простое, если кто-то кому-то делал, тебя полностью устраивает. Тогда поговори, если там все хорошо, то воспользуйся советом. Нормально. Допустим, такого не оказалось. Либо там человек занят, либо уже не занимается этим делом. Что тогда? Тогда действительно тебе нечего делать, ты идешь в интернет. И здесь, ну, как бы на тебя начинают нападать действия. То есть ты сам ищешь, и плюс на тебя начинает нападать реклама. Типа, пройди тест, значит, посмотри, сколько стоит твой ремонт и так далее. Вот. И для того, чтобы выбрать, тебе нужно ответственно к этому подойти. Так как, как и в книге сделана у нас энциклопедия дизайна и комплектации, да, там показано, как мы выбираем подрядчика. Что нужно сделать. В общем-то, можно по той методике как-то сослаться. Но если очень кратко, то когда ты выбираешь, ты должен немножко быть ответственным заказчиком. То есть ты должен понимать, как идет процесс. Есть такое правило, когда ты знаешь, как идет процесс. Чем больше ты об этом знаешь, тем лучше ты можешь подобрать, разделить как бы на части, да, возможно, и сэкономить, если ты хочешь сэкономить в этом формате. Если ты сэкономить не хочешь, то ты будешь компетентен в том, как правильно выбрать. То есть условно, в идеальной ситуации ты сам должен знать, как это делается. А для этого может быть даже подучиться дизайну. Можешь пройти какой-то курс, платный, бесплатный, неважно. Ты должен немножечко окунуться в эту тему. Для чего? Для того, чтобы разбираться. Вот это хорошо, а вот это плохо. Не то, что нравится, не нравится, а именно там по процессу, по результату, что спрашивать. Вот. На что смотреть? Смотреть, конечно, на стиль, на картинке. То есть то, что человек делает, тебе должно нравиться. Это может быть как в визуализациях, так и в реализации. Не скажу всегда, что нужно искать именно реализованные проекты. Почему? Потому что очень часто бывает так, что клиенты вносят свою, как бы, ну, лепту, да, и то, что запланирован дизайнер, оно, ну, просто не работает. При этом дизайнер может быть очень талантливый, все классно, но вот клиенты ему попадаются такие, что они не дают реализовать, как хочется. Вот. С другой стороны, ты можешь найти дизайнера, который и на визуализации, и картинки тебе нравятся, и доводит до конца. Скорее всего, у него клиенты тоже хорошие. Ты должен понимать, что такой дизайнер, скорее всего, будет занят по максимуму, и либо будет стоить очень дорого. Ну, то есть он будет такой, достаточно, ну, звездный. То есть тут надо понимать, что... Я сейчас вот хотел бы немножко назад вернуться. Где, в каких сайтах, на каких ресурсах правильно искать? Есть какой-нибудь каталог дизайнеров? Где ищут вообще? Ну, где искать? Искать в Инстаграме правильно ты делаешь? Искать просто вбивая дизайнер интерьера? Ну, везде, где можешь искать на ресурсах, допустим, там, behinds, на услуги Яндекса. Везде, где ты можешь дотянуться, спрашивать совета, спрашивать всех знакомых. Спросил знакомого, есть такая тактика, он говорит, вот тебе там дизайнер кому делал. Значит, созвонился, позвонил ему опять. Слушай, этот не подходит, а еще кто есть? А есть ли кто еще делал? То есть, ну, как бы, это работа, которой надо заниматься, чтобы найти. Ну, знаешь... А ты можешь дать книги, методику под прям поиск и отбор? Да, да, конечно, конечно. Ну, вот у нас, я говорю, можно методику взять с книги, энциклопедии дизайна и комплектации. То есть, там, так как мы ищем этого самого поставщика, а также мы и дизайнеры ищем. Потому что для нас это поставщик, ну, по сути. То есть, как для дизайнера поставщик мебели, так и для нас дизайнер, как бы, поставщик услуг. То есть, так же, как зубного врача искать, все то же самое. Ну, есть на рынке какие-то люди или способы, как бы, на входе дать свои пожелания, на выходе получить шорт-лист хорошего дизайнера? Нет, ты не можешь никогда... Что такое хороший дизайнер? Сейчас я тебе объясню, почему нельзя найти хорошего дизайнера. Потому что сам дизайн проекта, ну, то есть, что ты заказываешь? Кто-то заказывает сами чертежи, кто-то заказывает картинки, идею, кто-то заказывает, чтобы реализация была до конца, кто-то заказывает, там, только планировку, кто-то просто эмоционально, вот, он, как бы, хочет пообщаться лично с тобой. Вот, надо понять, что для тебя, что для тебя будет важное. Важно ли тебе общаться лично? Важна ли тебе цена-качество? Важно ли тебе, там, чтобы было обязательно без тебя это сделано? Либо, наоборот, ты хочешь принимать максимальное участие. То есть, первое, что бы я сделал, это понял бы, какие есть критерии, вот, четыре, там, я назвал. и что ты будешь сам делать то есть какую роль в дизайн-проекции ты будешь сам принимать будешь ли ты участвовать либо ты скажешь вот не трогайте пожалуйста меня вообще от этого ты будешь выбирать разного дизайнера то есть тебе нужно под свои задачи выбрать человек который тебе подходит не перебором а уже ну как бы сам понимая как тебе лучше тогда ты можешь сузить то есть ограничить круг и ты можешь сам написать объявление примерно такого содержания ребята есть какая-то квартира я человек себя описываешь там закрытый либо открытый хочу вместе с дизайнером делать либо без дизайнера вот мы это за либо ты занят надо мне покреативить хочу чертежи по максимуму либо наоборот идея по максимуму и хочу чтобы там было сделано быстро либо как бы я не тороплюсь потому что это там кайфовый проект для меня ну и для для и для жизни потому что я люблю творить вот ты описываешь либо то либо другое и на это объявление ты можешь в директ это объявление либо в stories записать сказать вот ищут дизайнера посоветуйте тебе там накидают и будет куча дизайнеров выбранных как бы я поступил я бы применил технологию делегирования то есть выбрать дизайнер чужими руками я бы создал такую воронку фильтр потом вы отфильтровал те кого кто мне нужны попросил бы помощника провести базовое интервью те кто соответствует критериям и те кто портфолио нормально нам предоставил и уже бы сам пообщался с тремя пятью людьми и выбрал бы кого-то это очень похоже на найму сотрудника ну то есть когда сотрудника нанимаешь у нас есть технологии найма в принципе то же самое хорошо слушай проблема я смотрю в инстаграме там у дизайнеры картинки мне все картинки нравятся я не понимаю они все клевые как выбирать я не менее вкуса допустим или представление дизайне как быть но ты должен понимать что ты хочешь то есть ты что ну вот у тебя как нет ты же живешь с белым если у тебя не было вкуса ты бы там покрасил ковер повесил на стену и покрасил бы какими-нибудь цветами нам хохломой вот ты же так не сделал то есть у тебя есть какие-то предпочтения я там но допустим я да но я допустим могу представить своих родителей им все нравится им все опасно они приходят на газетка одежда красивая а как они сами смотри если у них нет такой задачи они могут сделать себе сами как угодно и будут счастлива то есть но им жить то есть не всем надо дизайн да кому то просто достаточно ну просто чтобы вода текла и было тепло и нормально у нас все поколение там предыдущие у нас так жило только вот где в ремонт когда пришел нет но слушай я не верю что у тебя нет как бы каких-то пожеланий у тебя чаще всего пожелания связано как бы с твоими мироощущениям да как ты видишь то есть ты смотришь зайди на pinterest.com или ru и посмотри там то что нравится вот и у тебя будет какой-то набор какой-то графики вот дальше ты можешь знаешь как ты можешь даже нанять какого-то куратора себе который выберет тебе вот по этому направлению кто тебе больше подходит и заплатить ему сколько-то денег сказать мне нравится вот это подбери мне пожалуйста так тоже можно вот такой вопрос вот я допустим я люблю всякая авангардная одежду какую-то необычную интерьеры там авангардный он в толпу такой выглядит собственно вопрос вот в чем как бы хочется прям удивлять чтобы все таки вау офигеть прям закоходи тут тебя все накрутило биоморфизм но я представляю что мне в этом жить нужно каждый день и вот как бы как найти соотношение комфорта для себя и вау эффекта для окружающих но тут надо понять у тебя есть задача как бы людей удивлять как бы часто гостей приводишь и является ли это важно для тебя если евро я одна что там фотку в инстаграм выложила там на фоне такие классные интерьеры и все поражают такие ну я думаю что это разные задачи в итоге то есть задача все-таки дом это больше стабильность комфорта и свое благополучие а вот это шоу интерьер шоу-рум то что в журналах до публикуют это все таки больше как вот ну тусанул один раз а дальше то что то есть тебе в первую очередь если ты для жилья используешь мы сейчас говорим кстати все что мы рассказываем это для частного интерьера потому что в коммерческих абсолютно другая история вот там как раз удивлять надо постоянные всех то здесь тебе вот то что тебе комфортно то и делай не на показ сейчас такая тенденция да и вообще в целом да что на показ не надо делать чтобы тебе было кайфово слушай вот в процесс вернемся процессу отбора дизайнеров если какие-то стоп сигналы вот яду когда что-то вижу я должен сразу понимать нет это очень нет лучше мимо проходить да надо задать вопрос реализация то есть как будет вообще нужно знать процесс и давать любые вопросы по процессу надо обращать внимание вот на что то есть дизайнер не обязан все знать но он должен знать свои границы он должен сказать да я там допустим этого не знаю каких-то вещей все знать невозможно особенно если молодой дизайнер он может быть талантливый в допустим ну в придумывании идеи да у него чувство вкуса хорошие но он может техничку не знать и он должен сказать слушать и да я это никогда не делал я это не знаю как делать но мы разберемся то есть у меня мозг есть интеллект как бы разберемся если что привлечем кого-то кто знает То есть я знаю кого-то там, у кого большой опыт, и он нам поможет Хуже всего, когда дизайнер говорит, да, это сделаем Как? Не знаю, как-нибудь сделаем И это я делал, и это И в общем такой вот, который все всегда знает Просто надо задавать вопрос по процессу и спрашивать И хороший дизайнер не тот, кто все знает, а тот, кто знает свои границы Я понял Хорошо Слушай, а если у дизайнера в портфолио одни визуализации, это плохо? Нет, это неплохо, это нормально Опять же, кого-то нанимаешь Если ты хочешь, чтобы это было реализовано точно То, ну, наверное, тебе имеет смысл особое внимание здесь обратить То есть как минимум спросить, а почему у тебя одни визуализации Он может сказать тебе следующее Что, типа, я делаю только проекты в стол Ну, не в стол, а как бы продаю картинки Так тоже может быть И это тоже как бы дизайн Если тебе картинки очень нравятся, ты можешь взять у него эти картинки А потом со строителями договориться, и они это сделают Либо взять другого дизайнера техника Ну, как бы разделив процесс Что еще может быть? Может быть, что, как бы, дизайнер делает, как сам хочет А клиент изменяет И дизайнер отказывается от авторства и не фоткает Бывает, что дизайнер вообще, ну, просто не фоткает Ну, типа, лень ему ездить Вот у меня очень много проектов сделано Я их не фоткал, ну, потому что фотографирование – это целый процесс То есть ты должен настратить чуть ли не треть бюджета Ну, смотри, допустим, дизайн стоит там 300 тысяч, допустим Сто-метровой квартиры условно А что в тебе организовать фотосъемку и все это сделать? Тебе надо еще два дня и стратить и 100 тысяч 50 тысяч фотографу и 50 тысяч там стилисту примерно То есть ты как бы очень-очень дорого Вот, а когда у тебя заказы идут, идут, идут Ты очень сильно востребован, и тебе как бы особо некогда Вот, ну, как бы может быть так Может быть, что клиент не разрешает показывать Вот у меня тоже есть случаи, когда, ну, неоднократно Когда клиент говорит, все, классно, спасибо, жму руку Очень понравилось, всем советую, рекомендую, но публиковать нельзя По разным причинам Кто-то чиновник, кто-то просто не хочет Ну, какие-то такие вещи И ты ничего с этим не сделаешь Идеальная ситуация, когда ты все сделал Когда остался в хороших отношениях с клиентом Когда ты все довел как надо Когда клиент тебя слушает, а не что-то там Сам вносит, и когда он тебе разрешил в итоге сфоткать А еще лучше снять видео Такие проекты тоже есть, и у нас они тоже есть Но они не обязаны быть всегда Но как минимум, я думаю, один или два Такие должны быть То есть не все портфолио, но хотя бы у профессионального дизайнера Один или два хотя бы отснятых должно быть Что он должен, да, я могу, я сделал Вот, как бы, мой проект Это моя карточка портфолио, он отснят до конца Я там вложил с этими деньгами Сто тысяч оператору, фотографу Стилисту, все сделал как надо Вот, смотрите, все, я плюсик себе поставил, я умею Дальше, как бы, будет он делаться каждый раз или нет Это зависит очень, как бы, сильно персонально от дизайнера Нужно ему это или нет Я понял Слушай, вот такой момент Прям true story, как говорится Есть квартира Была, точнее, типа, история моих знакомых Квартира в доме, в котором Я не знаю, как это правильно называется Когда, типа, у него ничего нет, одни стены Там, просто, как бы, бетон, короче Бетон с дверью Вот, и мой знакомый приобрел такую квартиру И другой его знакомый сказал Вот что Давай мы сейчас с тобой суперчипово Покрасим стены, положим паркет Будет такая, как бы, нулевая квартира А потом позовем туда дизайнера Чтобы он нам мебель расставил И это, мол, будет в три раза дешевле, чем дизайнеру Он, дизайнер точно такой же паркет тебе нависует в 3D Зачем он переплачивает? Ты что про это думаешь? Ну, слушай, это такая какая-то непонятная штука Потому что дизайнеру ты платишь не за то, что он паркет подберет Как раз это ты можешь сам потом сделать Дизайнеру ты платишь за планировку То есть поставить, где какие стены будут И за места, где розетки надо сверлить И как подводы делать То есть он тебе, самое главное, что технически он сделает что-то Ты не сможешь делать планировку Места вывода электрики План освещения План сантехнического оборудования Чтобы все размещалось И мебель расставить так, чтобы ничего не перекрывало В принципе, это такой базовый проект Который можно сделать недорого Это вот я говорю Ну, всегда, да Что ты можешь, разделяя вот эти части Эту штуку можно сделать Ну, хороший дизайнер небольшую квартиру сделает Ну, за день, за два Там делать нечего И она будет стоить, не знаю, не больше Там, 200-300 долларов, например Вполне А дальше ты уже привози любой паркет Крась, чем хочешь Ну, то есть у тебя будет, в принципе, все готово Можно даже так делать Но вот самому что-то делать А потом куда ты розетки сделаешь Куда выключатель Ты будешь опять это все ломать Штробить И у тебя заплатки везде будут То есть, типа, он в правильный процесс Есть квартира Она пустая, нулевая Я зову туда дизайнера Говорю, делай Ну, да, а дизайнер тебе будет задавать вопрос А делать тебе что? Ну, то есть, что делать-то? Черное, белое, красное, цветное, черно-белое Просто white box, да? Тебе в дуп или керамику на пол И ты должен, как бы, говорить, что ты хочешь Потом он тебе задаст вопрос Ну, вернее, ты ему задашь вопрос А где мне розетки-выключатели делать? А дизайнер тебе не ответит Потому что он говорит, это зависит от того, как у тебя будет все внутри То есть, он тебе скажет, чтобы мне поставить выключателя Тебе нужно сделать визуализацию Чтобы понять, у тебя на какой высоте за тумбочками будет розетка Вот у меня тумбочка стоит Вот если я знал, что она будет стоять Если бы я, ну, соответственно, сделал розетку там выше или ниже Вот мог бы выше или ниже А у меня бы не попало, да? То есть, розетка там стоит в соответствующем месте Ну и так далее То есть, по всей комнате я должен знать, где у меня какая мебель будет стоять Для того, чтобы, ну, не за ней было, а там сверху Если бы у меня тут телевизор стоял или что-то, представь То мне нужно было бы розетку вот здесь делать Вот здесь, я сейчас покажу Вот здесь А не внизу Потому что, ну, иначе как Или не наверху Погоди, так, а как я на эти вопросы отвечу? Пускай дизайнер отвечает Пускай делает хорошо Так он не ответит Он скажет тебе Для того, чтобы ответить на эти вопросы Тебе нужен проект Почему? Потому что проект, он рисует тебе картинку Да? Помещение Он тебе рисует Вот смотри, мое помещение Он говорит, что вот здесь вот будет окно, допустим Вот это вот окно Вот, соответственно, там у нас этот самый светильник стоит Да, тут цветок стоит Там еще тумбочка Там у нас проход Вот, значит, там розетка вот нужна, но розетка тут или не нужна Вот он Ты понимаешь это Исходя из того, что ты видишь уже Как будто готовое помещение Вот для этого 3D-шка делается То есть для того, чтобы понять, как она будет работать А потом по этому работ, ну, как бы работающей схеме Ты придумаешь, где что будет светиться И как Подсветка, выключатель То есть то, что нужно строителям на первой стадии, чтобы штробить Ты получаешь на финальной стадии Потому что это является ответом Как у тебя есть уравнение Это у тебя ответ Того, что ты придумал То есть ответ нужен строителям Но ты не можешь его дать, пока ты все не построил И вот этот вот процесс, за него все не хотят платить Типа дайте мне сразу розетки Ты что, не профессионал? Не в этом дело Как я тебе дам? Откуда я знаю, что ты тут хочешь? Хочешь ты тут диван или кровать поставить? Я не знаю, пока мы не начали работать Что тут будет стол А нет до какого-то типа университета что? Ну или что тут вот стол Откуда мы знали, что тут стол? Мы это не понимали Пока не поняли, что у нас здесь совещание проходит И мы встречаемся с клиентами То есть если бы мы здесь в этом кабинете С клиентами не встречались Вот этого бы стола И вот этих четырех стульев Их бы здесь не было Зачем они тут нужны? Вообще не нужны Соответственно и разница Так звучит, как будто бы Я должен прям сразу все четко решить Где что будет А я может буду двигать столы, диваны, кресла Как-нибудь нет? Да, хороший вариант Но ты должен сценарии так называемые сделать Вот я же оборудование тут тоже делал То есть тут не видно Но вот у нас есть оборудование Я продумал сразу же там 4 сценария Сценарий номер 1 Мы с тобой болтаем, да? Беседуем сейчас У нас все записывается, все автоматом Сценарий номер 2 Вместо тебя здесь живой человек Он сидит здесь Значит другая камера работает Сценарий номер 3 Ко мне приезжает кто-то Мы садимся вчетвером Нас надо там записать То есть все сценарии, которые мне нужны И даже которые ты еще не предусмотрел Тебе дизайнер подскажет Так же и в квартире То есть приедут тебе гости Приедут тебе знакомые Или вообще все уедут Либо ты захочешь еще одну комнату там сделать Ты должен на будущее все это предусмотреть И вот дизайнер первоначально тебе функции все скажет Какие должны быть И продумает много сценариев У меня была первая квартира Я тебе пришлю Наверное видео и объяснение Там было вот 56 как раз метров И там была многофункциональная зона У меня на 56 метрах был кабинет Значит спальня была Был кухня, барная стойка Кинотеатр был большой С 3,5 метра экрана Гардеробная Ванная И что еще Кухня с посудомойкой И стола только не было Вот И большой донспол такой Ну как донспол Помещение практически свободное Свободное Для там Ну не важно что Занятие физкультурой Чего хочешь Большое там Огромное И это все вот на этой квартире Как это можно совместить Только разделяя как бы по функциям То есть в один момент Ты одновременно кинотеатр И бальными танцами не занимаешься Ты одновременно Ну то есть у тебя как бы в разных этих зонах И все это работало Очень круто То есть тебе нужно продумать все сценарии И подумать как раз головой Как за счет ограниченного пространства Это объединить Либо разъединить Слушай Такой вопрос А где предел того Что я могу сам И должен сам делать И того что я могу дизайнеру отдать Молу Типа придумай мне Я буду в этом жить Ну сам ты можешь выбрать Только стиль себе Вот по-хорошему Мне нравится там белое С абстрактными картинами Хочу так Все Дальше лучше тебе не ввязываться Лучше профессионала взять Даже если ты профессионал Более того я тебе скажу Что даже самому себе Дизайнеру очень сложно делать У тебя ты слишком погружен То есть сам себе Ты всегда должен Сделать так Чтобы другой профессионал Тебе задавал вопросы Когда ты отвечаешь на вопросы Ну как мы сейчас тоже делаем Почему я сам себе книгу не пишу Ну потому что Не потому что я не умею Ну потому что Ну как бы это другой опыт Вот так же и здесь То есть не надо самому делать Лучше всего и стратить силы Чтобы понять процесс Чтобы не сбиваться Ты должен знать процесс И ты должен быть уверен Что ты профессионала взял И профессионал там тебя не подведет И тогда уже довериться ему Ну то есть это самое лучшее Если совсем нет денег Ну тогда иди обучаться И сам что-то пытайся делать Тогда у тебя время есть Если денег нет Вот кстати хороший вопрос Про обучение А ты можешь посоветовать Какие-то курсы Или книги О том как дизайн устроен Чтобы тебе немножко погрузиться Ну да Я советую ко мне прийти на курсы И погрузиться Более того Что ты можешь Сколько это времени И денег нужно на это Ну у меня как сделано Ты если дизайнер Ну как бы хочешь стать дизайнером Ты можешь либо Как бы понять Как это работает Если просто понять как То вот книгу можно почитать То есть будет еще одна книга О том Как работает дизайнер Вот Если ты хочешь курс пройти То Ну наверное там 2-3 месяца Ты можешь Понять Как это делается Если ты хочешь реально Сделать свой проект То У тебя займет там 6-7-8 месяцев В год Но зато ты можешь То есть у меня Если ты клиент Ну то есть сам себе делаешь Я тебя учу ставить задачи Каждому из исполнителей Таким образом Ты как бы сам Придумаешь дизайн Сам поймешь Сам поставишь задачу Сам приняешь результат То есть такие способы тоже есть То есть вместо того Чтобы дизайнер там 500 тысяч платить Ты плачешь там 100-120 За обучение И я становлюсь Как бы твоим консультантом Пока ты делаешь А ты делегируешь фрилансерам И принимаешь от них результаты В конце ты можешь даже бизнес На этом организовать Можно так То есть я могу теоретически Допустим Я готовлю к покупке квартиры Я понимаю Что на процесс поиска Управления Мне например Там пару месяцев идет Я прихожу к тебе учиться И к моменту К тому как я начинаю работать Над дизайнером Дизайнером Я уже в курсе Как и сестры Да Ты в курсе Более того Ты можешь уже планировку сделать Ты можешь эту планировку Дать там другим сокурсникам Поспрашивать То есть ты находишься В среде профессиональной То есть ты можешь найти себе Подрядчиков там же И у главного спросить Дизайнера И посоветовать Чтобы тебе посоветовали Кого-то там нормальных Ну то есть ты как бы Попадаешь в среду И там уже начинаешь Более активно То есть цена Как бы такого Входного билета Полностью чтобы построить Ну наверное Около 100-120 тысяч Как раз И это до результата Ну да Но ты должен этим заниматься То есть мы же говорим Как бы не об обучении Я сейчас говорю это тем Кому это интересно Этим заниматься Самому погрузиться Если ты как бы Не хочешь погружаться То лучше базово там Условно Прочитай книжку Пойми Ну вот эту например Пойми что делается Заплати просто не 100 тысяч Там А 300 или 500 И тебе все сделают Под ключ Если ты не ошибся За то то время Просто кто-то любит Творчеством заниматься Это надо от себя понять А кто-то вообще бесится Он говорит я не хочу А кто-то наоборот Кайфует Вот он приходит С работы Он там продает например Не знаю Турбоэлектростанции какие-нибудь Не знаю что это такое Ну наверное И вот он вот приходит И тут у него отдушина Он открывает 3D Max И там кубики двигает Как в детстве по сути Что такое дизайн Это ты как в детстве Лего собираешь И он кайфует всю ночь Вот Вот для таких людей Лучше это научиться И просто уметь Я понял Хорошо Сам к таким относился Чего? Я говорю сам к таким отношусь Поэтому знаю о чем говорю Прекрасно Мне кстати понравилась идея Про то что дизайнеру Самому трудно себе Делать дизайн Я как редактор Тоже сам по себе Текст сложно написать Все время слишком Попаешься по этому поводу Почти кому-то отдай Отдай Это нормально Я понял Хорошо Можешь как-то буквально В трех словах Объяснить Как будет процесс происходить У меня есть Входящие данные Квартиры У меня есть деньги У меня есть желание Хороший дизайн получить Я ищу дизайнера Общаюсь с ним Про методику выбора Мы поговорим отдельно Выбрал дизайнера Как дальше Кратенько расскажи Как будет процесс Что дальше будет происходить Дальше хороший обученный дизайнер Если он обучался По правильной технологии Все проведет сам Что он скажет В первую очередь То есть правильный дизайн Состоит из нескольких частей Первое это ТЗ Техническое задание Что это такое У тебя есть какая-то там В голове видение какое-то Что ты хочешь получить Ну либо ты его как-то там Посмотрел Он попросит у тебя картинку Что ты примерно хочешь Плюс на это видение Натягивается информация О твоей семье Ну то есть Сколько членов семьи Кто будет жить Гости Родители и так далее То есть это те данные Которые нужно учесть Далее есть некие ограничения Касаемо законодательства Что ты там не можешь Делать кухню Или там санузлы В разных местах То есть есть требования Законодательства Дальше у тебя есть Требования эргономики Вот Соответственно дизайнер Это все видит Смотрит Еще есть обмеры Он делает обмеры Это с одной стороны С другой стороны Есть невидимая Тобой область Это зона незнания То есть есть что-то в мире Что ты вообще еще не видел К примеру Ты выбрал белые стены И абстрактную живопись Почему? Потому что ну ты думаешь Что это нормально Но ты не видел что-то еще И хороший дизайнер Тебе предложит Смотри А еще можно вот так А вот это тебе нравится А вот это А как вот ты на это Посмотришь То есть он Как бы обучит тебя Немножко дополнительным вещам Которые ты не знаешь Ну так же я думаю Ты вот знаю Вином увлекаешься Да Вот к тебе пришел новичок Он попробовал Ну нормальное И это нормальное И это А ты как бы нюансы Уже различаешь Вот Через какое-то время Он тоже начнется Так вот хороший дизайнер Он тебя в это погрузит Дальше он соберет После того Как ты погрузился Немножечко Соберет все эти данные Оформит альбом Вы еще раз На это посмотрите На этот альбом И утвердитесь Да Мы идем туда Ответственно заявляем Что мы посмотрели все Мы хотим Именно сюда прийти И начинаем Это первая часть Вся эта работа Уже после того Как мы договорились Я заплатил ему деньги Это не предварительная часть Но кто-то это делает Предварительно То есть это зависит От стратегии Как бы работы У меня есть Ну знакомый В Италии Дизайнер Которым мы делали Концепции Визуализации Так вот Он до 10 тысяч евро Тратил на то Чтобы сделать проект А потом поехать Показывать У него Он в Дубае ездил У него шейхи там были Вот И они не понимали Что он там им объясняет Говорит Ты мне покажи картинку Вот Он сам делал картинку За свой счет Но у него конверсия Была 9 из 10 То есть если он делал То есть один только отказывался Да Но это такой уровень Ну и стратегия на самом деле Поэтому это зависит от стратегии Если ты супер продвинутый дизайнер Ты как бы Ну и Ты же не делаешь там Тестовые задания например У тебя достаточно клиентов Ты говорил Ну как бы тебе это и не надо Не хочешь не заказывай Вот А кто-то наоборот Как бы строит компанию И они хотят привлекать клиентов Поэтому Ну В себестоимости Такая работа стоит Наверное Ну тысяч пятьдесят рублей То есть это делается Две недели Двумя сотрудниками Ну пятьдесят тысяч примерно Вот Кто-то готов инвестировать Не в инстаграм рекламу А вот в такую тему Чтобы Премиум клиенту Либо бизнес клиенту Продать свои услуги Чтобы потом взять там Заказ на пятьсот тысяч Или на миллион То есть это разумно Это стратегия бизнеса Вот Поэтому тут зависит Как бы ответ Как правильно От ценообразования Итак У меня есть альбом В котором изложены идеи И все ограничения Все-все описано О чем дизайнер с мной поговорил Да Там я смотрю красиво И я соглашаюсь Получается Да Ты говоришь Окей Все нравится Потом ты Дизайнер такой Окей Нормальный Приступает к планировке Он берет твою комнату И уже начинает Ну квартиру И начинает Функциональные зоны Вы уже обозначили Что здесь будет у тебя ванна Здесь у тебя будет Примерно кухня Пятнами общими Это уже вы согласовали И он начинает Детализировать Может быть мебель Какую-то конкретную Уже Какие-то расставлять Ну то есть Все конкретно расставлять Шторы какие где будут То есть он делает план сверху Для чего это делать Для того чтобы Понять что то что вы загадали Оно помещается Не всегда это бывает Это знаешь Загадать можно все что угодно А потом как в мультике А можно из одной шкурки Семь шапочек Можно Но маленькие будут Вот Он смотрит Если где-то у тебя идет несоответствие Он приходит к тебе И говорит Слушай уважаемый клиент Ну не влазит тебе никак сюда Поле для гольфа В твою однокомнатную квартиру Ты конечно молодец что написал Не стесняйся У тебя будет обязательно Личное поле для гольфа Но не сейчас Вот он должен как бы приземлить И дальше он должен сделать С клиентом выбор Что делаем а что не делаем То есть какие-то привести В общем желание Насадить на реальность И он это делает уже на планировке Клиент должен согласиться И вот так вот потихонечку Ты все этапы Ну как бы от супер желания Да приходишь К суровой реальности А вот сколько этот этап занимает Планировки Сколько времени это нужно Ну вообще планировка делается Ну дней 7 5-7 дней Нормально так Он постоянно со мной общается В этом процессе Лучше нет Он делает сам для себя Может быть 10 или 20 вариантов Даже бывает так Потому что он собрал техническое задание Он его анализирует Он знает тебя То есть хороший дизайнер Уже все про тебя знает Потому что он это задание Тоже еще неделю делал Или две То есть он Вы долго обсуждали А потом он собственно рисует И он уже вжившись в твою роль Как бы ну как тип клиента Да как в маркетинге Есть такая тема То есть он уже Аватар клиента твой считал И он делает как бы сам Как будто для тебя Он уже знает что ты ответишь Как ты ответишь Ну то есть поэтому он может сделать 10 вариантов планировки Но желательно все свести к одному И прийти и сказать Уважаемый товарищ клиент Я выбрал для тебя самое лучшее решение Я избавляю тебя от мука выбора Вот это лучшее что можно сделать Исходя из тех данных В твоей квартире Принимай пожалуйста Вот Бывает ситуация Когда три варианта делают Ну и там или пять Но я считаю Это перекладывание ответственность То есть я могу и 10 накидать сейчас А потом ты будешь сидеть И ответственность ты на клиента перекладываешь Потому что Давай комбинировать А давай еще вариант И вы вместо того Чтобы что-то делать Вы начинаете двигать Как у вас в редактуре Это типа буковки двигать Называется поженить варианты Насколько я Поживай пожени То есть получается Если дизайнер Приносит ко мне несколько планировок Я должен Как бы Хорошо бы ему сказать Слушай давай одну Выберем идеальную И я ее Мне кстати Вот на обучение Тоже часто приносят И люди которые Не послушали урок Про как бы Как это делать правильно Как презентовать И я всегда говорю Я не буду Три варианта Как бы комментировать Я спрашиваю Какой мне комментировать Выбери пожалуйста один Он такой Первый Я говорю Окей Почему Напиши мне Почему ты первый выбрал То есть это задача Дизайнера Объяснить Почему именно это Он такой Блин Ладно Сам попал Объясняет Так же и ты Ты должен прийти И если Если ко мне Как клиенту Приносят три варианта Ну в работе Так то же самое Я такой А зачем ты мне три привел То есть у меня Время на один только Какой смотрим Я просто спрашиваю Какой правильный Вот я так спрашиваю Какой Зачем мне три Какой правильный Как ты считаешь Ты же знаешь все данные Мы с тобой сейчас сидели Занимались Дай мне решение Я не хочу с тобой Проектировать Это твоя работа Зачем мне время тратить Я тебе за это деньги Плачу за выбор Объясни Выбери и объясни Если мне не понравится Я тебе уже Как бы отвечу тогда Я понял Хорошо Понятно С этим понятно На самом деле Я правильно помню Что планировка Это просто вид сверху Такой Где квадратиками Нарисована мебель Вот это все Да Ну да Квадратиками Но я же там Ничего не понимаю Ну то есть Типа Какие-то квадратики Я же не могу Представить Ну на самом деле Можешь Даже ребенок Там 5-6 летний Не знаешь Такой план Сверху Планировка Считывает Это стульчик Это диванчик То есть Можешь Ты не можешь Представить Окончательно Как это выглядит Это да Но Как бы На уровне Но ты и не должен Потому что Мы можем Представить Окончательно Только Когда у тебя Будет визуализация И получается Вот у меня есть Планировка Я ее принял И говорю Что дальше С визуализацией А можно без визуализации Типа Сэкономить На этом Ну лучше не надо Потому что Она не так дорого стоит Ну то есть 300 там Максимум 500 рублей За метр Ну как бы Если заказывать У фрилансов У студии Соответственно Там 500-1000 Вот Ну как бы Да ты можешь Сэкономить Но чем ты рискуешь Ты рискуешь Тем что Ты до того Пока ты не вложишь Свои миллионы Накопленные В квартиру Ты не поймешь Что ты видишь Ну что Что получится Более того Даже дизайнер Это не поймет Ну то есть Ты никогда не знаешь Видит ли он в голове Или не видит То есть иногда Бывает так Что он такой Ну наверное Будет хорошо Ну то есть Он будет С уверенностью Говорить Что будет все клево Зуб даю Но по факту Он не знает Что получится Потому что Ну он не может Как бы Представить все Мозг не может Сразу же представить Вернее даже может Но ты как бы Это никак не проверишь Вот Поэтому самый лучший способ Давай проверим Давай сделаем визуализацию Может быть Ну не все квартиры Либо там Не все ракурсы Но Либо не в детальной проработке Эскизной Как бы подачу Но чтобы было понимание Что все на своем месте Сделали визуализацию Это трехмерные картинки Похожие на фотографии Да Это уже практически фотография Причем там может быть Мебель реальная И еще нереальная Ну к примеру Видишь вот этот стол Допустим Какой-то стол Да Вот какой он здесь будет В принципе Ну для моего стиля Не важно Ну он Главное что вписывался Кто-то делает конкретный стол Выбирает в магазине Или кухню там Ну не важно что-то А кто-то какой-то ставит А потом по этим картинкам Подбирает мебель Это вот два вида Два стиля работы Дизайнера Кто-то по мебели идет Сразу же от мебели Отталкивается Под это подстраивает А кто-то идет от архитектуры Ну к примеру А вот эти два типа Они по цене друг от друга Мне дизайнер не скажет Слушай давай сразу Классную мебель выберем Которая будет Но это стоит плюс 100 тысяч К примеру Ну да Вот это хороший вопрос Плюс это не будет стоить Потому что вы все равно Этот этап пройдете То есть просто на следующей стадии Знаешь что тут будет Тебе надо выбрать стиль работы На самом деле Вот это вот Единственное чем отличаются Дизайнеры по стилю работы То что мы не затронули В начале Если ты Что для тебя главное Надо понять Как бы мебель Либо все-таки пространство Я допустим Такой человек Который не может По мебели выбрать Мне все равно Какой тут будет комод Я его выкину на дрова Куплю новый У меня от этого Хуже интерьера не станет А кто-то говорит Нет именно этот комод Именно он строит Весь интерьер Он коллекционный Какой-то там Вот И для меня важно Идти от визуализации От пространства Архитектурный подход Так называемый Другие идут от декора Давайте чтобы у нас Все цвета сочетались Чтобы это вот было Там синенькое Это желтенькое И вот тогда Все в совокупности Будет работать Архитектуру как-нибудь сделаем Вот В первом случае Мы идем от пространства Визуализации Во втором случае Мы сначала ездим По магазинам Выбираем конкретно Вот эти предметы мебели Уже их закладываем туда И потом уже Ну как бы Вписываем их в пространство Как что-то конкретное То есть это вот Два разных способа Я понял У меня кстати был похожий опыт Я заказывал картину Современному художнику И он говорит Фотки мне Сделай фотки квартиры Я говорю Зачем тебе фотки квартиры Ты будешь мне картину рисовать Он говорит Я хочу чтобы картина Нормально смотрелась В твоем интерьере Я такой Нифига себе подход Я понял Вот слушай Вот слушай Сделай визуализацию Чего? Ему все равно Какую краску взять Ему как бы Клево Чтобы это все вписалось Да Но у него знаешь Такие картины Когда вот Типа мазки Короче Такие Да-да-да Ну то есть Реально ему все равно Какой брать Он как бы Он за общий образ Чтобы она Мне кажется Что это не помогло Хорошо У меня есть визуализация Визуализация Хорошо Дальше что? Это знаешь Еще с чем похоже Это когда ты Костюм себе шьешь Например А не подшиваешь Ну как бы С тебя мерки снимают Так же Это ну такой Клевый способ Понял Понял Что дальше После визуализации После визуализации У тебя Идет Ну подбор мебели Если ты не подобрал Ну что Вот конкретное И чертежи Вот два этапа У тебя еще Чертежи Это ты Отдай А сколько нужно Еще найти этапу Примит Ну подбор мебели Зависит от того У тебя индивидуальный дизайн Либо поточный Если ты делаешь Дизайн там Ну по какому-то стилю У тебя могут быть Все предметы мебели И материалов Уже подобраны Ну то есть Ты говоришь Я всегда покупаю Там вот эту плитку Всегда там кирпичик Делать Если ты лов делаешь Ты знаешь уже где брать У тебя может Таблица автоматом заполняться Это если потоковый дизайн Ты делаешь Ну в каком-то сервисе Или стены Я всегда белым крашу Вот этой краской Ты не паришься А какие-то вещи У тебя индивидуальные Вот Соответственно Сколько времени занимает Зависит от того Сколько там индивидуального Ну примерно так Вот этот подбор мебели Он входит в те Там 2-3 тысячи рублей За квадрат Которые я плачу дизайнер Да Это все входит У тебя входит ТЗ Планировка Подбор мебели Материалов еще Кстати всех Также у тебя входит Визуализация И чертежи Вот у тебя 5 элементов И чертежи Ну это просто для строителей Чтобы им отдать Да Чертежи Ты делаешь так Чтобы там план света У тебя есть План электрики Ну то есть Световыключатели Электрики розетка Также у тебя там Сантехника Где какая Вот иногда бывает Вентиляция Когда ты работаешь С инженерией Да кстати Я забыл сказать Тебе надо еще После планировки Ты ее отдаешь инженерам Потому что у тебя Инженерные проекты Должны быть Это где у тебя будет Кондиционер Где будет Я отдаю А дизайнер Пускай не занимается Нет я вообще Не занимаюсь Ну вот дизайнер Этим не занимается Он может курировать Этот момент То есть он говорит Сергей Сейчас у нас такая стадия Что нам нужно Принять решение Мы вентиляцию В твоем доме делаем Или нет И он тебе скажет Плюс и минус Почему ты меня спрашиваешь Делай хорошо Но оно денег стоит Если ты готов То есть ну кто-то говорит Я не хочу делать Или там кондиционер Вот у меня допустим Нет в доме кондиционера В квартире был Там у нас смог был Какой-то мы поставили Ну просто Ну просто в один год Было так А так вот мы жили Без этих самых Ты должен принять решение Делаешь ты или нет Нужно ли тебе это или нет Если нужно То ты заказываешь Отдельный проект У смежников Также проект электрики То есть ты можешь Переложить проект электрики На строителей Где Ну какого стечения Провод положить Они из опыта Своего сделают Ну для квартиры Как бы нормально Для дома лучше сделать Это там не так дорого стоит Вот Также проект вентиляции Те могут по умолчанию Сделать вентиляторщики А можешь заказать Как отдельный проект То есть это может быть Включено в услугу А можно сделать отдельно Слушай, странно Что дизайнер И хотя бы сам Не ходит к этим людям Почему я как заказчик Должен вообще знать Что это важно Ну потому что должен За это заплатить Если ты хочешь Ну за подбор мебель Это входит в комплект А за розетки Не входит Потому что розетки Это инженерия Это инженерный проект Также когда ты дом строишь У тебя есть архитектура Которая внешний вид Придумает И есть конструктор Они вместе работают Но ты отдельно За конструктивное решение Платишь Чтобы дом упал Для специализации Даже другой институт Учит этому Есть архитектура То есть это эстетика И гармония Также и здесь Дизайнер это про материал Эстетику, гармонию, функции А технически как сделать Он не умеет Амперы и омы считать Ну он не умеет Он не знает Ну то есть он может быть знает Но он не должен Как бы это не его тема Бывает исключение А сколько на это денег нужно Вот на все это На инженерные проекты Ну как бы не сильно дорого Наверное можно сказать Там проект Если на квартиру Там проект может стоить 15-30 тысяч каждый Блин, странно Небольшие деньги Странно, что дизайнер Заранее не включает И не держит своих инженеров Я вообще как заказчик Даже не в курсе Что там что-то нужно рассчитывать Ну а как своих? То есть какая-то Крупная компания Может быть держит Ты же не можешь штат Держать инженера У тебя все равно Суб подряд То есть если ты занимаешься Ну знаешь, это я к тебе Как тебе то же самое скажу Что вот странно Что ты таргетинг не настраиваешь Мне же нужно не текст А мне нужно Чтобы реклама работала Логично? Ну у меня были бы фрилансеры какие-то Я бы к ним автоматически Обращался в таких случаях Ну а что у тебя нету? Почему нету? Ну знаю Вот Так же и здесь Потому что тебе это Ну ты не этим занимаешься Твой бизнес в том Что ты пишешь тексты Так же и дизайнер Его бизнес в том Что он делает красоту И он может прокурировать Этот момент Он же этот момент курирует Он говорит Хочешь? Ну то есть хочешь Я сделаю Не я А как бы я тебе дам Отвечать за них я тоже не могу Это другой человек Я не знаю как Но я могу тебе там посоветовать Условно Что вот он делал на предыдущих проектах Может быть он тебя обманет Может быть Я не готов ответственность брать за это Но вот как бы там он делал Могу его дать Хочешь своего найди Мне все равно Это как бы не моя часть Но сделать ее надо Если ты хочешь Чтоб у тебя был свежий воздух в квартире Я понял Слушай интересно И получается что Процесс дизайна Заканчивается Потому что Мне приносит дизайнер Какие-то чертежи Какие-то еще документы Да? Ну да Да По которым ты смету можешь сделать То есть если ты заказал Внутри проекты Более того Если ты планировку дал И стал делать вентиляцию Например У тебя все стало У тебя весь проект дизайнерский Встал на паузу Потому что Будут две недели Или там сколько-то Неделю делать Этот проект Инженера И почему это важно Потому что у тебя будут короба потом То есть вот Тут не видно Но вот у нас там короб Наверху висит Это вентиляционная решетка Она где-то у тебя появится И где-то у тебя потолки будут опущены Почему? Потому что там короба вентиляционные будут Как в отеле Ты был, да? Там же вентиляционные эти короба есть Да И вот они должны пройти Где-то по дому Вот дизайнер вместе С инженером Инженер с технической точки зрения Там, чтобы воздух шел правильно А дизайнер с эстетической точки зрения Они согласовывают Как это будет смотреться То есть клиент этого не знает Они сами работают Но платят за это клиент Ну как бы компания А стоимость дизайнерских услуг Входит в это Ну то есть курирование этого вопроса Входит в стоимость услуги Но не создание Я понял Хорошо Окей Я понял Ладно Получается Я немножко разобрался Как дизайн Дизайн проект выглядит У меня пока Наверное еще один вопрос остался И на этом Наверное пока мы временно приостановимся Вот слушай Вот мне дизайнер принес Чертежи Планировку Там какие-то инженерные проекты Визуализации Я посмотрел Все нравится Я в принципе готов Допустим к работе уже переходить К созданию и воплощению интерьера А вот дизайнер Который ты все сделал Он типа сливается после этого А если у меня допустим проект Плохо получается Что-то там косяки Я потом могу к нему прийти Сказать Слушай Давай сделай там Переделай Нет? Ну да Конечно можешь У тебя дизайнер Если ты нашел ошибки Он должен поправить Ну во-первых репутационно Во-вторых у тебя есть договор Да Что если у тебя проект с ошибками А дизайнер отказывается Ты можешь на него в суд подать И сказать Вот этот дизайнер не хочет Как бы дорабатывать Я понял А с дизайнером всегда работаем По договору строго Ну вообще со всеми Лучше по договору работать Ну то есть если ты с этими деньгами Просто попрощаться Ну не хочешь Ну то есть Может быть все что угодно Если ты как бы хочешь нормально работать То лучше по договору А там как получится Я понял Смотри Тут еще одна важная часть Главное И после этого есть такие Строительные банки Которые мы поддельно Обсудим Я там вообще ничего не знаю Как там ничего устроено Да Давай еще со стороны дизайнера расскажу Смотри Дизайнер когда что-то делает Он не может предусмотреть Какие-то вещи Какие-то там вопросы Которые у тебя могут возникнуть Дальше со строительством Поэтому он предложит тебе Авторский надзор Почему? Объясню Когда ты ломаешь стену Что-то менять Часто что-то меняется Это называется авторский надзор То есть нужно Как бы смотреть Чтобы строителя Стенку еще не поставили Там немножко влево-вправо Это же тоже не проблема дизайнера Но дизайнер поможет Это увидеть вовремя Если строители что-то не так построили И если построили что-то не так Он может Ну изменить За какие-то деньги Он скорректирует проект Потому что это не его ошибка Это ошибка строителей То есть в жизни Если все в идеале То тебе надзор не нужен И у меня были случаи Когда я проект отдал Пришел И все получилось Как бы я сам сделал Вот Но это в идеальной ситуации В 90% случаев Нужна какая-то корректировка Ну ты просто риски взвешиваешь Как заказчик А что выгоднее Мне потом доплатить дизайнеру За исправление Либо авторский надзор взять Лучший авторский надзор Он стоит вообще недорого Ну то есть условно там Не знаю По Москве он там 40 тысяч в месяц стоит Ну то есть это 4 выезда Ну это там по 10 тысяч В день за выезд Это отличная тема Чтобы этим не заниматься Пусть дизайнер занимается Я понял А сколько в сумме Дизайнерский Ход как правильно называется Дизайн надзор Он примерно Типа 40 и будет Или дороже Сколько на это можно Закладывать денег Авторский надзор Авторский прошу прощения 40 тысяч да В месяц Ну если мне ремонт полгода тянется То соответственно 300 Я понял Ну да Но все равно Кто-то должен это делать Либо если ты ни у кого не закажешь Ну строители кому-то работу сдавать Тебе Значит ты будешь сам заниматься Этим надзором Ну то есть ты значит Вместо того чтобы работать Будешь сам ездить Ничего не понимая Четко интернодировать Как и везде Я понял И последний вопрос остался Слушай авторский надзор Все-таки не дешево стоит Там 1200-300 может А есть ли шанс Допустим прийти Там к тебе Ну или еще кому-то И научиться Как этот авторский надзор Делать Может это дешевле будет стоить Дешевле это не будет Это себестоимость Скажем так То есть дизайнер Когда ведет авторский надзор Он больше заинтересован Как раз довести до конца И сфоткать То есть ну сколько ты На авторском надзоре зарабатываешь Да ничего не зарабатываешь Я же тебе назвал стоимость То есть выгоднее мне С финансовой точки зрения Взять еще один проект И заработать там эти деньги За день там или за два Чем месяц ездить То есть дизайнер ведет Для того чтобы Ну его детище Которое он придумал Оно реализовалось То есть он кайфует от этого Поэтому практически все дизайнеры Можут договориться На себестоимость По авторскому надзору Но есть еще вторая тема Комплектация На комплектации Дизайнер тоже зарабатывает деньги Это когда он тебе Частовые материалы продает Ну как бы помогает купить И привозит Там он зарабатывает Примерно 10% от стоимости Вот И это уже заработок Сопоставимый Со стоимостью проекта То есть если проект стоит 500 тысяч Еще 500 тысяч Он может на комплектации Заработать Вот поэтому Часто бывает так Что совмещает Комплектацию авторский надзор Типа авторский надзор В подарок Вот На самом деле он ездит Чтобы мебель тебе продать Но я как бы При комплектации Не переплачиваю Он с поставщика Требует эти деньги В идеальном случае Да Ну как бы в идеальном случае Если прям дизайнер Совсем молодец Он из тебя деньги возьмет И с поставщика С тебя возьмет за сервис Ну как Ну ты вот Типа вмотаешь головой Во-первых Он выберет Он все равно Тебе дешевле купит Чем бы ты сам купил То есть это уже плюс Во-вторых Так вот пускай с этого и наваривать С меня тут что брать тогда Да что С тебя берет Потому что тебе оказывается сервис По тому Чтобы купить дешевле Это первое Слушай, это как Корова должна платить Чтобы ее подоили Ну смотри Смотри Это я тебе рассказал Что так бывает Вообще В принципе Ты об этом можешь не знать Тебе все равно Вот к тебе Вот смотри Давай так Простая задача Тебе нужно купить паркет Ты пошел в магазин В магазине паркет стоит 5000 Ты такой Что-то дорого Говоришь дизайнер Слушай, там в магазине 5000 А можешь Ну ты поторговался Тебе дали скидку Не 5, а 4 900 стоит Например Ну дали тебе там 10% скидку Ну нормально Сразу Ты говоришь Слушай, что-то я хочу такой паркет А он стоит 4 Дизайнер тебе говорит Слушай Давай не за 4 А за 3 точно такой же И даже лучше Но ты мне заплатишь 300 рублей за то Чтобы как бы я все организовал У тебя Тебе как бы по факту Будет 3 300 стоит А не 4 500 И качество будет лучше Например Понимаешь? Ну как бы согласишься? Я, конечно, соглашусь Это выгодно Вот Ты согласишься Ты не чувствуешь себя обманутым? Да Нет Если я был бы наглым Я бы сказал Слушай, давай Ты же всякий Ты же его не за 4 300 купишь Сам А наверное за 4 Давай ты мне Тебе там сотку Хотя бы с метра Дашь тоже В качестве компенсации Нет? Я тебе вообще не за 4 А за 3 сказал 3000 А, я видишь Да, да Ну и ты говоришь Нет, типа Ну а он тебе скажет Нет, типа Сергей Мне неинтересно тогда Мне зачем этим заниматься То есть как бы Ну Ответственности много Геморрой много Плюс ты говоришь Если ты соглашаешься Что я сделаю Я сам куплю Привезу И буду нести Там условно Ну не гарантию А приемку сделаю Чтоб они все привезли Как надо Возьму еще влагомер И померяю влажность Ну ты вообще Об этом не знал Что надо мерить Это вообще выгодно кажется Нормально Я бы согласился Вот и уже Это только Три вещи я тебе назвал А таких 23 пункта То есть нормальный дизайнер 23 пункта осуществляет Ну то есть видишь Это насколько это выгодно Ну так жирует на нас Вот смотрите видео Вот знаете как Дизайнер Танислава На нас с вами Обгирает Да не Ну как Купил вместо 5000 За 3300 А все равно Жадность играет Да Ну знаешь Обижает даже Не переплата А то что Кто-то на тебе Нагрелся Ты почему На тебе Нагрелся Почему Он на тебе Не нагрелся Ты ему заплатил За то чтобы Не за 5 купить А за 3300 Понимаешь Где кто кого обманул Нет Я шучу конечно Вопросов нет Я понимаю Безусловно это выгодно Ну вот Собственно Подожди Это только первая часть Вернемся к поставщику Теперь Теперь дизайнер Знает где это купить Знает где купить за 3000 Приходит к нему Говорит Слушай дружище У тебя завод Ты строгаешь Эти самые палки Много Говорит У меня есть заказчик Я у тебя оптовый клиент Дай мне оптовую цену Какую оптовую У меня и так Ниже плинтуса Ты говоришь Ну нет У тебя нифига Я знаю что ты кому-то Поставляешь там в магазина Вот эти где за 5000 Он поставляет за 2500 Ну как бы Ну логично Магазин же должен навариться Ты говоришь Дай мне типа за 2700 Мне дай Дороже чем в магазине Тебе это выгодно Но дешевле Чтоб я тоже заработал Вот Он такой говорит Ну ладно хорошо Вот тебе как бы Какая разница За сколько он купил Ну то есть Это его заработок Как агент Я так не могу сам Безусловно Вот эта вся штука Ей не обязательно заниматься Кто-то как бы занимается этом Кто-то нет В принципе Мне как заказчику Все равно Ну то есть Какая мне разница Я откуда это знаю Я сам заказываю То есть у меня строят дом У меня строители Я по-любому знаю Что у них там 10-15 процентов Оседает на доставке И на закупки черновых материалов Ну и пожалуйста Я главное Не езжу на рынок Не общаюсь с продавцами Не веду переговоры с ними Мне все равно Мой сервис такой Что у меня бетон Или кирпичи Вот они у меня лежат И вот они у меня Как бы сами как-то строятся Я вообще к этому не прикасаюсь Вот Ну как бы нормально Да За сервис надо платить Можно ли не платить Слушай А так Как сумма получается Для заказчика Даже выгоднее То есть она купит у тебя Если дизайнер не шарлатан И делает то Что я записал По технологии Которую мы описали В книге энциклопедии Дизайна и комплектации Да у нас что-то Рекламы не было Вот книга В этой книге все описано Если дизайнер не шарлатан А вы делаете все По технологии Которая тут описана То это очень выгодно То есть как бы Можно еще Ну как бы Не заработать Но сильно сэкономить По сравнению с тем И времени И денег По сравнению с тем Если бы ты сам все это делал Вот глава 10 Кстати комплектация Где там она у нас Слушай Я вообще удивлен Что поставщики Еще все вместе Не собрались И не знаю Не пришли к тебе с вилами Потому что ты же по сути На них нападаешь Таким образом Почему нападаю Я им помогаю продавать А теперь смотри Со стороны поставщиков Вот он сидит в завод У него этих досок Немерено У него весь уже Склад завалился Он где он найдет клиентов Про него никто не знает Он идет в фейсбук Фейсбук с ним И дерет там Не как скромный дизайнер По 300 рублей Фейсбук сразу половину говорит Давай мне половину Твоего рекламного бюджета Чтобы я тебя хоть где-то показал Понимаешь И он все Он не понимает Как ему реализовать А я прихожу И скромненько беру 10% Ну это же подарок И я ему готовый клиент даю И ни одного Если я дизайнер нормальный То у меня таких клиентов Там 10 например Я каждый месяц прихожу И он меня отгружает Я стал лучше понимать Как устроен процесс дизайна Осталось объяснить это Нашим зрителям и читателям И если есть какие-то вопросы Я думаю, что они могут тоже задать Давай как-то Да, слушай, спасибо Я разобрался лучше В следующий раз еще немножко Наверное, закроем тему У меня как бы потенциально В голове есть белое пятно Между получением Визуализации чертежей Всего такого И готовым интерьером Там хоть стройка происходит Я бы в следующий раз поговорил Как это примерно устроено Из каких этапов состоит И что там, как, где искать Этих джиков, которые там будут Пласть мне бетон, не знаю Вот, и примерно тогда В общем виде Процесс создания дизайна От идеи до реализации Будет примерно ясен Окей Спасибо Ты сейчас должен спросить Полезно было? Я должен сказать да Ты должен сказать плати Но ты когда сказал, что руками Я думаю, за удовольствие надо платить Но не стал комментировать Да, нет, серьезно Просто нет Я одновременно И польза, и деньги, и выгода Я аж как бы и зарабатываю И узнаю нового Это прям двойная выгода Работа мечты Да, отчасти да На этом, пожалуй, и все Спасибо, что посмотрели Слушайте дальше нас Мы продолжим эту тему У вас будет цикл видео Который прям расскажет вам Весь процесс И можно даже не читать А смотреть или слушать Вот Задавать вопросы А у Сергея тоже будет Замечательная мотивация Сделать, готовить И приходить На наши эфиры Еще не забудем Что ты одновременно Книжку продала курс свой А, ну, кстати, да Хорошо Все, до встречи Пока Все, спасибо Субтитры сделал DimaTorzok